Спасибо большое, Татьяна Викторовна, за представление и за рассказ о программах Директ Академии. Очень интересно. И, дорогие коллеги, я вас всех приветствую. Мне очень приятно, что вы в сегодняшний такой вот, ну практически летний, я не знаю, в Петербурге совершенно летний такой вот июльский день солнечный пришли послушать меня. И я бы хотела вам рассказать много полезных и интересных вещей и ответить на ваши вопросы. На вопросы я буду отвечать, скорее всего, в конце, потому что по ходу, так иногда сложно бывает, то, что можно по ходу, я почитаю, это я отвечу по ходу. Значит, сегодня мы говорим о научной конференции в связи с академической карьерой. Вообще и та, и другая тема, и тема конференции, как в них участвовать и как их проводить, и академическая карьера, это обе темы вообще бесконечные. И чрезвычайно важные, как я считаю, не только для академикусов, не только для тех, кто работает в системе университетов и академии наук. А вообще здесь много таких вот общечеловеческих таких вот коммуникационных моментов. Ну, совершенно очевидно, что научные конференции, я как-то ориентируюсь на академические сюжеты, главного образования и курса, и вот сегодняшний семинар, вебинар на том, посвящен. Они, значит, научные конференции нужны для обмена идеями, для демонстрации собственных открытий, для установления какого-то контакта с сообществами и так далее. Ну, вот, значит, какие-то общие такие представления, которые, они более или менее очевидны. Значит, продемонстрировать свои результаты, установить обратную связь, сформировать репутацию, представить себя как специалистов в той или иной области, сориентироваться там в тематике, какая в науке есть, какие-то новые возможности развить там какую-то свою риторику, навык публичных выступлений и так далее. Это вот, как бы, вещи такие довольно очевидные. И вот можно их представить здесь. Но дело в том, что конференции, вот, как оффлайновые, так и онлайновые, это в первую очередь коммуникация. Это коммуникация, конечно, интеллектуальная, но это еще и такая и межкультурная, и межличностная коммуникация. И здесь можно поставить перед собой ряд проблем, такого более практического характера, который за счет участия в конференции можно решить, и можно решить очень успешно. И вообще, говоря, другим способом решить некоторые проблемы довольно сложно. Но вот мы прекрасно понимаем, что в системе Академии наук мы должны там заниматься научной, какой-то научно-организационной работой. Это там в наших контрактах записано, и вообще, как бы, очевидно. И для того, чтобы заниматься этой работой, мы не можем быть в вакууме, в изоляции. Для того, чтобы реализовать вот эти все задачи, нам нужно, ну, читатели нам нужны, да, которые вы читали статьи, которые мы пишем, нам нужны студенты, или, как сейчас называют их, обучающиеся, чтобы они записывались на наши программы, бакалаврские, магистерские, или на наши дополнительные курсы дополнительного образования, повышения квалификации. Они же как-то должны о нас узнавать, иначе как же вообще сможем привлечь, да, вот заинтересованных людей. Для публикаций нам нужны рецензенты, нам нужны рекомендации иногда, в некоторые фонды требуются рекомендательные письма. Нам нужны оппоненты, если мы не собираемся защищаться. Нам нужны эксперты, которые дают отзыв на наши авторефераты, на диссертации наших аспирантов и магистров, на какие-то еще, на статьи наши, на какую-то еще продукцию. И вот, конечно, одно из лучших мест, где вы можете встретить всех этих замечательных людей, это не просто кафедра или коллектив, где вы работаете, иногда нужны какие-то внешние вот такие вот отзывы. Это конференция, где вы имеете возможность общаться в профессиональной среде и знакомиться с людьми. Вот нетворкинг – это наше все. Карьерные консультанты, когда проводят консультации со своими клиентами, я тоже на своих карьерных консультациях всегда говорю, что вот наша работа академическая, она не всегда выстроена по классическому принципу найма в бизнесе, что там нужна ставка и чарыщик сотрудника. Нет, она немножко по-другому устроена, и здесь очень важен нетворкинг, важны знакомства, важны связи, важны личные рекомендации, знания вас как специалиста в какой-то сфере. Вот выходить на какую-то более широкую аудиторию, даже для людей ориентированных, не очень коммуникабельных, таких достаточно академически замкнутых, таких много в нашей среде. Научная конференция для этого очень хороший способ, потому что это такая устоявшаяся форма академического общения, где даже без особой коммуникабельности мы знакомимся с людьми так или иначе в процессе, выступая, задавая вопросы, общаясь в кулуарах и так далее. Но вот прежде чем перейти к конкретным рекомендациям по формированию нетворкинга, мне бы хотелось обратить ваше внимание на особенности академической карьеры. Вот очень часто академическую карьеру ассоциируют исключительно с научной работой. Но это, конечно, не так, потому что те, кто работают, те, кто преподают, а это, в общем, большая часть людей, специалистов задействованы в академической сфере, прекрасно знают, что это далеко не на первом месте, но хотя бы по тому времени, которое мы можем на это выделить. Может быть, только в академической системе очень небольшое количество людей имеет возможность концентрироваться на научной работе. Ну и, значит, и внутри даже чисто академических институтов системы академии наук можно выделить несколько видов такой вот деятельности, карьеры, которую вы можете построить. Ну вот мы уже, значит, молодые, да, студенты особенно, им иногда кажется, что иерархия экспертная и иерархия административная выстроена, ну вот каким-то одинаковым, гармоническим образом. Значит, вот там профессор на кафедре Далу, но он и вот заведующий кафедрой, он еще как бы выше по своим вот таким академическим качествам. Еще более вот выдающимся ученым является ДК, уже просто совершенно высочайшего уровня ученым является проректор, а ректор просто вот слетила в свою обувь. Но мы прекрасно знаем, что на самом деле это не так. И административная карьера, и экспертная карьера, они, ну, в общем-то, не то, что не всегда совпадают, они почти никогда не совпадают, главным образом, потому что это очень сложно совместить. Это очень сложно совместить, и можно каким-то образом какую-то гармонию такую вот, как-то попытаться гармонично сочетать, но обычно это может быть только если вы там начальник, а кто-то администрированием все-таки занимаются какие-то ваши замы, а вы имеете возможность там и время позаниматься научной работой. Или там есть уже совсем не очень хорошие примеры, когда большой начальник вставляет свою фамилию во все публикации и таким образом приобретает статус ученого выдающегося. Ну, вот эти пути я не могу вам советовать, я не считаю их этичными. Чаще всего просто нужно выбрать, как вы хотите развиваться, как эксперт. Если вы обратите внимание, очень известные ученые обычно не занимали высоких должностей в системе иерархии. Лихачев, например, Дмитрий Сергеевич, вы просто за все, кто в Пушкинском доме, в Институте русской литературы. То есть это такая, ну, должность была административная, он только самого низкого уровня, он просто, так как он и так был лидером научным, то вот и то его я не уверена, чтобы не избавляли от какой-то административной работы, какой-то отчетной и так далее, как все-таки выдающегося ученого. Поэтому нужно определиться, вы хотите двигаться по одной иерархии или по другой. Я не хочу сравнивать вот эти карьерные пути, экспертные, административные, потому что они, ну, ничего дурного нет в том, что человек хочет возглавлять какой-то коллектив научный. Почему нет? У него, конечно, должен быть, ну, уровень определенный, там, степень научная все-таки, я считаю необходима, даже для административной карьеры в ВУЗе, и лучше докторская, чтобы он знал, как проходить пути. Но экспертная карьера – это все-таки немножко другое. Это узнаваемость в своей сфере, это лидерские позиции в той или иной области, это международное признание, как эксперта, там, ну, эксперт может быть только в узкой области, да, нельзя быть экспертом по всему. В какой-то узкой области вашей, это должна быть ваша область, где вот вы прям первый-первый лидер-лидер. Вот, и, значит, это одна карьера. И другая карьера – это административная карьера, которая предполагает, что вы… Она строится совершенно по-другому. Она строится, там, другие стратегии, другие тактики надо выбирать для того, чтобы переходить со степени на степень. Не всегда это возможно в рамках одного ВУЗа. Допустим, вы там работаете на кафедре, а хотите быть директором этого института. Вот это, скорее всего, не получится. То есть вам придётся релацироваться, там, другой ВУЗ, может быть, даже другой город. Но это отдельный, как бы, сюжет. И можно выделить ещё, помимо вот этого, основные виды карьеры, причём экспертная у нас там в одном флаконе идёт с преподавательской, если мы говорим о университете. А вот такой вот в рамках академической системы, чисто преподавательской карьеры, в общем-то, она всегда должна быть сопряжена с научной, потому что особенность высшего образования в том, что преподаватель не пересказывает содержание других книжек. Он создаёт сам какие-то научные направления, и так или иначе он представляет это студентам и там видит это в десанты. Вот. Можно выделить ещё направления в рамках тоже академической системы, в которых можно строить стратегию. Это государственная служба. Допустим, вы хотите подглавлять отдел в Министерстве просвещения или науки, высшее образование науки, или стать министром, или вот ещё что-нибудь в этом духе. Ну, вот замечательно. Это, да, вот, бог тот солдат, который не хочет стать генералом. Это прекрасные цели. Но там есть свои пути и их достижения. И одно может противоречить другому. Там за научные заслуги малозавероятно, да, что научные заслуги могут дать вам возможность продвинуться на государственные службы, а вот там административные могут, ну, это два отдельных службы. Ну, и, наконец, также я хочу назвать, вот, сегодня в теории, скажем, там, развития карьеры выделяют ещё портфельную карьеру. Это когда у вас академическая деятельность не основная. Это один из... Сегодня же мы любим диверсифицировать формы дохода, да, мы там в одном месте работаем, в другом месте работаем. Ну, и академический, это один из портфелей, которые мы развиваем. В вузах часто бывает, что какой-то специалист в своей области, он одновременно преподает, это очень важно, связывает науку с производством, или даже коммунитарную науку с какими-то реально действующими, функционирующими социальными или научными институтами, допустим, там, в Академии наук, научный сотрудник, преподает ещё в вузе, или там, ну, вот, как-то так. И карьера второй половины жизни. Сегодня вторая половина жизни увеличилась, и сегодня, вот, в последние буквально годы, очень интересно, сейчас все карьерные консультанты об этом пишут, вот, если ещё года 3-4 назад, очень жёсткие было и джизмы, жёсткие были ограничения по возрасту, вот, ну, в академической сфере немножко возраст мог быть повыше, но там 50+, 55+, уже прям плохо рассматривали таких кандидатов. То сейчас можете себе представить, это уже к имуществу, потому что пришло новое поколение, с которым оказалось очень сложно работать. Отдельный вопрос, почему? Просто очень сложно. И опять оказались в тени опытные работники, 45+, вот, там, ну, 60+, ещё. И тоже сейчас даже вот уже, и таких сотрудников предпочитают, 20-летних, потому что, ну, здесь как бы понятно, вот, с этим человеком работать, если он владеет современными методами, там, компьютерными, технологиями и так далее, то вот даже иногда лучше возникнуть человеку постарше, чем совсем молодого. Так что карьера второй половины жизни, она всё больше и больше актуализируется, когда вы вот там решили заняться наукой, преподаванием и так далее. то есть, ну, в той или иной сфере. И вот, в принципе, участие в конференциях или организация конференций, они могут быть очень полезны для всех видов вот этой карьеры. Только нужно, значит, смотреть, как участвовать и в каких конференциях участвовать. Мы, в принципе, можем выделить разные типы, виды конференций. И они различаются не просто по названию, а они различаются по некоторым содержаниям. Вот чисто такие вот научные конференции, которые развивают экспертную деятельность, они обычно проводятся на достаточно узкие темы, они бывают не очень большими, такими обозримыми, значит, где-то от 15 до 20 человек, может, немножко побольше, но редко. И вот здесь как бы встречаются эксперты, они могут как-то пообсуждать. Но есть другой тип конференций. Вот там форумы, конгрессы, съезды. Ну, съезды там разного типа бывают. Которые привлекают не просто экспертов, но и которые предполагают такой как бы смотр сил в той или иной области, которые посещают руководителей высокого уровня, которые посещают какие-то политические деятели, которые посещают какие-то важные для государственной службы или административной службы важные люди, с которыми можно на таких мероприятиях пересечься, познакомиться или себя показать и каким-то образом заявить. Поэтому вот для того, чтобы реализовать свои какие-то карьерные продвижения, какие-то свои цели и задачи, какие-то свои амбиции за счет конференций, нужно тоже вот посмотреть. Потому что если администратор придет на такую узкую научную конференцию, а он не очень крутой эксперт, смысла особенного нет. Продемонстрировать не очень сильный пожарной доклад. Поэтому нужно фильтровать и смотреть, какого рода конференции интересны посещать. И с другой стороны, если человек сам организует конференцию, потому что мы говорим и об участии в конференциях, и об организации, то, наверное, если у вас карьерные амбиции, вам нужно проводить какие-то мероприятия, на которые вы можете приглашать всяких начальников на пленарное заседание, с которыми вы сможете общаться до конференции, организовать, приглашая их в комитет, или обсуждая, приглашая на выступление на пленарном, или обсуждая сюжеты. Организационная работа предполагает коммуникацию. И вот это, конечно, может быть очень полезным, потому что можете познакомиться таким образом с кучей полезных людей, провести конференцию, завести себе по блокноту таких вот интересных каких-то контактов. Людей, которые будут вас знать с стороны, что вы вот хороший организатор, вы там делаете дело, и вас там глаза горят, и так далее. Ну и на самой конференции, конечно, тоже посещать какие-то конференции, которые организованы на высоком уровне, и где можно, ну, по крайней мере, увидеть каких-то своих высоких начальников и понять, как можно вырабатывать стратегию с ними общения. Вот. И, ну вот, начнём с научной карьеры, да. Почему конференция, участие или организация важна для научной карьеры, для экспертов, скажем так. Ну, во-первых, это такая вот проверка идеи в бою. Вы дома с компьютером, или в библиотеке с книгой, или там с чистым файлом, условным листом в бумаге, разговариваете и чего-то достигаете, что кажется вам чрезвычайно важным. Но вы же должны опробировать эту идею и посмотреть, как вообще она воспринимается в аудитории. Вы можете считать свою идею блестящей, вообще говоря, только после того, как вы обсудите с коллегами и услышите какую-то критику или анализ со стороны других экспертов. И вот конференция позволяет вам провести такой тест-драйв, в этом смысле. То есть продемонстрировать их и посмотреть реакцию. Вот бывает, конечно, всякое. Бывает, что аудитория не очень понимает, вы уже там на таком уровне, когда аудитория не понимает. Но здесь очень важно найти свою аудиторию. Найти свою аудиторию. И, значит, это очень важно ее нащупать. Потому что вот в одном месте вы ушли с трибуны под гробовое молчание аудитории, а в другом месте, где другое сообщество, оказалось, что вашу идею приняли на ура и просто к вам потом подходили, благодарили вы или что вот нам прям вот это хорошо, что вы это сказали, и теперь у нас там глаза открылись на что-то. То есть вы можете нащупать свою аудиторию, с кем вам по пути и где ваше сообщество. Это, конечно, для молодых очень важно. Потому что с возрастом мы уже вроде там находим свою аудиторию, но важно ее нащупать. Можно всю жизнь жить. Знаете, это очень часто бывает с людьми, которые там работают на кафедре, в основном принимают участие в кафедральных мероприятиях или там, может быть, своих там факультетских, и делая как-то вот не показываются уже. Не то что города, там страны, а вообще вузы своего. И вот они очень зависимы от мнения вот этих вот людей, с которыми непосредственно связаны. И иногда совершенно не понимают своего уровня. Иногда не понимают, что у них вот блестящие идеи, надо бы им представить, просто их не в состоянии оценить. Ну, люди иногда на кафедре случайно не собираются. А некоторые наоборот не понимают, что они занимаются вот этой роли, и если они в приличное сообщество попадут, то надо как-то меняться, надо чем-то другим заниматься. То есть важно для экспертной карьеры посмотреть, и посмотреть, как на ваши идеи реагируют. Поэтому вот на конференции вас может ожидать такая неожиданная обратная связь. Вам может поступить вопрос или реакция, которую вы совершенно не ожидаете. Она может быть совершенно корректная, но окажется, что у вас вообще такой пробел, от которого вы не ожидали совершенно. Вот у меня была однажды ситуация, она связана была не со мной, а с коллегой, который делал доклад про Канта, и рассказывал, насколько Кант остро реагировал на события, которые там проходили в Латинской Америке. Я ему задала вопрос, а как Кант реагировал на оккупацию Кеннегурсберга российскими войсками в ходе 7-летней войны? Ну нормальный вопрос, действительно. Во время 7-летней войны Россия забоевала Кеннегург, там было российское правительство. Я об этом много писала, потому что один из моих героев полосов работал переводчик. А он говорит, а Кеннегург был как-то кто-нибудь оккупирован российскими войсками? Представьте, какой кошмар, да? Вот человек занимается Кантом, специалист по Канту, и он не представлял, что Кант, значит, некоторое время фактически был профессором университета, который принадлежал России по праву военного времени. Но он подбанным российским не был, но клятву на присягу на верность он принимал. И даже там Елизавета Петровна писала письмо с просьбой предоставить ему на Кеннегург. То есть вот я считаю, что для этого коллегу, которого я поставила в просад, вот совершенно этого не желаю. Мне даже в голову не пришло, что он не знает такую вещь. Вот для него это какой-то урок, ну, посмотреть вообще биографию, как в контексте, значит, в социальном контексте развивались Идеи Канты. То есть вот такие неожиданные обратные связи иногда может быть очень полезны, хотя неприятны. Мне было очень неудобно, что я задала такой вопрос, но я не ожидала, что будет такая реакция. Значит, может на конференциях возникнуть интеллектуальная сеть, которая вообще изменит ваш путь. Эти вот научные связи, которые создаются на таких экспертных конференциях, могут быть началом чего-то большего. Сегодня это знакомство на кофе-брейке, а завтра это может быть ваш будущий соавтор, потому что вот соавторство или участие в одном проекте все-таки требует личного знакомства. Здесь вот прошу личное знакомство. Оно может быть даже онлайн знакомство. Ну, вот такое, когда вы поговорили онлайн, там, переписывались, поняли, как что вы совпадаете в каких-то интенциях. Потому что вот там научный проект вести совершенно знакомые люди невозможно. Это очень сложно. Тут должно быть взаимное доверие, должно быть понимание в каких-то ключевых моментах. И вот на конференции вы встречаетесь и, значит, это дает вам возможность найти даже в какой-то узкой области найти будущего партнера. Ну, это, конечно, оценка работы, что очень важно для человека. понять, как тебя оценивает сообщество за пределами того узкого сообщества, где вы работаете. И поэтому важно ходить в другие сообщества. Вот, допустим, вы там историк, интересно, участвуй в конференциях с филологами, с философами, с культурологами, может быть, там, с историками науки. Ну, как-то выйти за пределы комфорта, как сейчас говорят. Я думаю, что для представителей естественных наук и инженерных это тоже важно, потому что может быть какой-то контекст неожиданный, который, ну, прям, вот, вам даст новое фоно. Потому что новые области исследования, они на междисциплинарных полях очень часто создаются. Что очень важно вот в нашей связке конференция-карьера, это возможность стать частью сообщества. Допустим, вы хотите там куда-то устроиться на работу в какой-то престижный вуз. Престижные вузы, они всегда немножко герметичны. Туда, как бы, попасть, там не всегда так просто бывает. Как-то они очень вот аккуратно принимают новых людей. Через участие в конференции, вот можно эту, как бы, полосу отчуждения пройти. Значит, участвовать в конференциях, выступить, общаться во время разных конференционных мероприятий. И, значит, уже вы не чужой, уже вас знают. А, это вот, это вот, это учеба мы знаем, это очень важно. Ну и вообще, даже если вы там такой цель или нет, все равно наука, это, в общем-то, коллективный труд. И, возможно, почувствовать себя членами более широкого сообщества, где ваши идеи, могут найти отклик, это вообще, говоря, это необходимо, не просто важно. Необходимо. Может появиться доступ к новым ресурсам и возможностям, какие-то там методы, технологии, какие-то новые документы, какие-то новые книги. Вот на конференциях очень часто же что-то такое слышишь, вот, кажется, вроде вы следите, а все равно, если по вашей теме конференции что-то такое появляется, интересно, что заставляет вас потом какие-то области включать в сферу своего исследования. Потом на конференции обычно самые свежие идеи обсуждают, поэтому, когда вы в курсе, вы еще не прочитали, человек еще книгу не написал, еще не издал, на конференции выступил, вы уже представляете, о чем он говорит, что это очень интересно, и потом сразу книжку читаете или статью, и как-то вот это обогатит вашу научную работу. Ну, или там подскажет вам какие-то, даже не подскажет, а вот как-то будет способствовать каким-то поискам там у вас новые идеи возникнут, потому что это всегда очень стимулирует такие вот хорошие научные выступления, они стимулируют, и значит, выходишь всегда в полные идей после хорошего доклада. Не вот этих идей, которые докладчик предлагал, а свои идеи в голову приходят, потому что там какие-то механизмы начинают работать. Ну, и, конечно, эта репутация создается на таких конференциях, научная репутация формируется, это очень важно, потому что ведь можно очень много писать, и вас будут мало-мало читать, такое мы часто встречаем, тогда, что же я вот это вот все писала, что же никто никогда, вот, а, значит, вот выступление на конференции сделает вас более виденой фигурой, может быть, после выступления и полезет кто-то в вашу статью или в вашу книгу. Ну, и понятно, что там развитие навыков публичных выступлений это никогда не помешает, и какие-то перспективы в той или иной науке мы можем наблюдать на научных конференциях, то есть это тоже непосредственно сделать. И в этом смысле может быть вопрос, я не знаю, будет он или нет, спрашивают он делать при конференционных возможностях, надо в них участвовать или нет. Но мы знаем, что сегодня конференционные сборники это какой-то по статусу последний уровень публикации, они там ни в каких отчетах фактически не фигурируют, и там очень многие их избегают. Значит, что они дают, мне хотелось бы сказать, почему это может быть важно, я там не призываю у них обязательно публиковаться, сейчас просто руки не доходят, но почему они действительно важны. Во-первых, конференционные сборники на самом деле читают, их может быть не читают, знаете, это внимательно, как статьи, но просматривают тематику очень часто многие, я просто что-то делаю все так. Я просматриваю какую тематику по моей вот этой вот сфере народ предлагает и что там, значит, как он формулирует проблему, это вот важно. И второе, вот именно в конференционном сборнике можете застолбить тему. Если вы с трибуны что-то произнесли, кому-то эта идея понравится, вы можете ее начать развивать, вам нужно как-то ее за собой закрепить официально. Если вы сделали публикацию короткую вот этих тезисов даже, то вы уже официально закрепили, вы уже автор этой идеи. То есть уже сложно будет потом претендовать на то, что это кто-то другой придумал. Это важнее всего, наверное, для участия в конференционном сборнике. А такое бывает. Я вот прям слышала на этих выступлениях, особенно у историков, когда они найдут какие-то интересные документы, он начинает, а вот я еще видела документы о «Нельзя говорить» до того, как будет опубликовано, потому что другой пойдет этот интересный документ тоже посмотрит и раньше опубликует. А если вы опубликовали хотя бы в конференционном сборнике, то вам не мешает потом сделать большую статью, опубликовать в каком-то солидном журнале и все будет нормально. Но тема уже за вами, она уже за столбили. Вот в этом смысле я считаю в конференционном сборнике. научная генетичность понять себя, где вы, кто вы, филолог, философ, культуролог, историк, или где-то вы в междисциплинарном пространстве историк идей, занимаетесь интеллектуальной культурой, интеллектуальный историк, и так далее. Ну и там понятно личное развитие, расширение кругозора, я буду подробно об этом говорить, это совершенно очевидно. Почему конференции могут быть полезны администраторам? Ну вот человеку, который строит административную карьеру. Ну с учетом того, что он выбирает правильные конференции, которые могут помочь достичь вот эту цель. во-первых, расширение какой-то сети профессиональной. На конференции вы встречаетесь с ведущими учеными, с администраторами, с какими-то лидерами академического мира. Это помимо того, что это научные контакты, это собственно говоря база для создания сети людей, которые могут оказаться вашими партнерами, которых вы можете пригласить на работу или в какой-то проект, или которые могут стать будущими союзниками в управлении университетов, с которыми можно банально взаимно выгодно сотрудничать. типа у нас ученый совет, у вас ученый совет, значит мы рецензентов оппонентов приглашаем и мы готовы тоже вам рецензировать и оппонировать, потому что это работа, которая бесплатная, но ее необходимо сделать. И поэтому здесь вот такой контакт взаимовыгодный можно заключить, познакомиться с какими-нибудь расширить профессиональную сеть и использовать это в непосредственной работе. Значит вы можете упрощить свою репутацию управленца, особенно если вы в организаторах конференции, когда вы активно участвуете, организуете секции, руководите дискуссиями, руководите круглыми столами, вы, конечно, демонстрируете свои лидерские качества и значит вас могут заметить и пригласить куда-то на занятие какую-то должность, потому что вы как бы все это демонстрируете, но вы демонстрируете как бы вы работали, ли вы там руководитель были высоковыми представляет вас в роли там зайдущего кафедра, декана, дектора нацитута, потому что он вас видит со стороны, кто он вас еще увидит со стороны, может быть это такое взаимодействие, где вы не пересекаетесь, кроме как, а тут вы на конгрессе, на съезде, вы уверенно ведете секцию, вы формулируете правильно, рубите воздух рукой, ну в общем правильный начальник, который на конгресс переманит к себе на работу. Значит, вы демонстрируете, что вы умеете координировать работу, выстраивать взаимодействие, вести за собой людей, и иногда бывает, что вот конгресс или какой-то там форум, да, это в общем-то единственное место, где вы можете реально пересечься с какими-то очень высокопоставленными чиновниками и показать себя и каким-то образом пересечься, то есть это может быть чрезвычайно полезно для карьеры. На конференциях и форумах и съездах обсуждаются не только научные результаты, но и различные стратегии развития науки. И в этом смысле можно приобрести навыки стратегического планирования, значит, можно уловить всякие там, то, что еще не отлито в документах, а то, что обсуждается, да, вот, какие там идеи будут внедрены в ближайшее время, это вот тоже очень полезно может быть. Ну, само собой, навыки публичного выступления, любой руководитель должен публично выступать, это понятно, это, в общем, такая вот важная составляющая, здесь можно приобрести эти навыки, обточить их и продемонстрировать. Ну, в каких-то ситуациях можно получить доступ к передовым управленческим практикам, потому что на конференции часто обсуждаются какие-то кейсы успешные, какие-то новые подходы к управлению наукой и образованием, может быть, какие-то кейсы и подходы в других городах, в других университетах или там каких-то организаций, в других странах. И то, что можно внедрить у себя, использовать у себя или понимать, что к этому мы идем, так что это тоже очень важно. Значит, укрепление институциональных связей может происходить, вы встречаетесь с руководителями вашего же уровня из других вузов, из других институтов. И вот этот network, эта сеть, эти связи, эти контакты, они тоже, конечно, очень важны, потому что любой руководитель должен иметь сеть контактов, должен иметь большой список адресов, по которым он может обратиться или с просьбой, или с советом, или пообсуждать что-нибудь, или вот для разницы. Ну, и если вы принимаете участие в организации конференции, то тут нужно поупражнять свою способность привлекать ресурсы и возможности, потому что его управление должен иметь находить и привлекать ресурсы, бетограмм, инвестиции, лучшие специалисты и значит очень часто на конференциях не узконаучных, а таких вот больших, можно часто познакомиться с представителями фондов, гранатодателями, с компаниями, которые заинтересованы в сотрудничестве с академическими институтами, могут даже там стипендию кучить и так далее. Тут с этой точки зрения это тоже очень полезно. Ну и конечно можно оценить какие-то тенденции в развитии науки и образования, можно за счет конференций продвигать идеи интернационализации, проводя международные конференции, значит выстраивать какую-то большую картину, понимать как наука, образование, управления связано то, что обсуждается очень часто на конгрессах, на форумах такие проблемы. И конечно создание команды, поддержка талантов, это возможность конференций, это возможность встретить молодых ученых и преподавателей, которых вы, допустим, если вы администратор высокого ранга, в общем, как-то в деле можете и не встречать. И хороший администратор умеет формировать сильные коллективы. А на конференции как-то это возможно встретить. Также можно, вы же организуете какую-то деятельность пищу научную. Вот тут можно найти членов ученых советов, членов редакционных коллегий. Если вы учреждаете какое-то издание, журнал, который курирует в вашей институте. И в общем как-то многое решить. задачи поучаствовать в каком-нибудь большом форуме или в каком-нибудь конгрессе, это конечно требует времени. У администраторов часто мало времени выступают на пленарном заседании УБГ. Но запланировать такое участие может дать значительные преимущества для администраторов тоже. Собственно говоря, даже государева служба сейчас вернемся к видам академической карьеры даже государственная служба она для меня тоже может быть полезно участие в конференции в конференциях определенного типа высокого уровня на конференции можно встретить представителей различных государственных органов и эти неформальные контакты позволят создать какие-то неформальные альянсы по работе вы их не встречаете а тут вы из других областей встретили познакомились и каким-то образом это общение обогащает ваши возможности научные конференции часто привлекают разного уровня чиновников можно сориентироваться в каком-то политическом пространстве можно сориентироваться в каких-то направлениях других министерств какие-то политические тренды понятия потребностей откуда ветер дует в этом смысле так как это обсуждение разговоры какие-то акценты то вопросы которые можно задавать вопросы которые другие задают и ответы которые вы сложите вот это все очень важно можно какие-то новые идеи подходы протестировать посмотреть как аудитория реагирует на какую-то возможную инициативу то есть когда министерство уже примет решение уже реакция будет такая или такая а можно посмотреть как сообщество реагирует какую-то проблему обсудить и если прям хорошо принимает можно не грять а если как-то очень категорически начинает возражать можно подумать или как ее переупаковать или как что-то поменять это формирование личного имиджа для руководителя любого типа и в том числе на государственном условии важен очень конечно личный имидж очень важен и участие в конгрессах форумах и так далее позволяет его создавать и укреплять имидж как эксперт потому что имидж эксперта у руководителя должен быть не говорим здесь об экспертной карьере но он конечно руководитель каких-то академических структур должен разбираться в проблеме и вот часть их конференции даст ему возможность во-первых как-то быть в курсе во-вторых сформировать такой образ ну и вот на конференциях часто можно понять дискурсы ключевые слова какие проблемы да то есть полезная информация когда вы не в состоянии будучи там высокого уровня чиновником ну систематически там знакомиться с литературой и так далее но вот обсуждение на конференции может вам дать картину в той или иной сфере в той или иной науке ну кроме того можно даже получить там доступ к каким-то закрытым данным каким-то сайтам которые помогут понять вызовы возможности связанные с государственной политикой в той или иной области науки очень важны там ключевые слова научные мемы словесные формулы которые используются для описания актуальных проблем актуальный язык мы цеховый язык всегда используем тот или иной ну и наконец там прямой доступ к каким-то ключевым игрокам можно получить там шанс лично пообщаться с какими-то фигурами включая политиков которые часто приветствуют там крупные какие-то форумы или конгрессы которые могут быть важными для вашей карьеры карьеры можно кстати и вот чисто практические навыки какие-то приобрести допустим активизировать навыки аргументации выступления там навыки проектного управления вот если вы принимаете участие в организации понимание каких-то научных приоритетов государства или по крайней мере такая вот формулировка понимать как формулировать вот такие вещи выявление финансовых возможностей для тех или иных сфер а может быть даже создание прецедентов там какая-то договоренность какие-то обсуждения возможности того или иного крупного игрока в бизнесе ну вот дать создать фонд или выделить какие-то средства на поддержание специалистов и так далее то есть это вот все важно для разных типов карьеры для реализации там портфельной карьеры или карьеры второй половины жизни конференции конечно тоже очень важны учитывая что для портфельной карьеры это один из видов вашей деятельности да вы еще чем-то занимаетесь в каких-то других областях может там в бизнесе зарабатываете деньги а там занимаетесь работаете научным сотрудником преподаете вузе ну вот для души вам нравится деньги вы зарабатываете и конференции тоже очень важны тогда потому что тут и какое-то сетевое взаимодействие вы знакомите с людьми которые вам приятны это какие-то кросс-секторные возможности открывают для вас в снежных секторах допустим вы из научной работы хотите в какой-то бизнес перейти ну вот или там государственное управление или в некоммерческий сектор и вот это участие в соответствующих конференциях позволяет вам выходить на такие как бы круги где вы можете все это обсудить и личный бренд развивать потому что даже если у вас портфельная карьера это одна из ваших видов деятельности вам все равно нужен в каждом виде деятельности вам нужен какой-то бренд и вот научно-образовательное вы можете в этой сфере вполне развивать ну значит там тоже что я говорила про другие понимания проблематики идентификации каких-то новых трендов и инноваций налаживания каких-то связей и коллабораций управленческие навыки повышение видимости влияния получение обратной связи что важно адаптация к каким-то изменениям которые происходят в среде важно и конечно что важно особенно для карьеры второй половины жизни когда вы входите только в эту сферу и для молодых тоже которые только входят в эту сферу тут значит актуализация знаний тут понимание векторов исследований какие могут быть контакты для второй половины жизни налаживания контактов с молодыми учеными а для молодых ученых контакты с известными людьми развитие публикационных навыков оптимизация преподавательской деятельности потому что вы развиваете свои навыки общения рассмотрение альтернативных перспектив потому что вы подумываете как бы вам перейти из одной карьеры в другую ну вот думаете а не заняться ли наукой на старости вот можно в качестве независимого исследователя походить на конференции посмотреть а потом может быть да может быть после сорока после пятидесяти лет у вас вот это деятельность велитит вы не интересуетесь этим перейдете из производства из бизнеса в эту сферу такое тоже бывает значит я смотрю у нас время как-то быстро летит много вообще можно по этому поводу сказать и вот здесь мне хотелось бы еще я думаю что я вас уже убедила что для разных типов карьеры полезно участвовать в конференциях мне хотелось бы еще несколько слов сказать о том как собственно говоря строить ноутворкинг вот как общаться чтобы вот был результат от общения и вот здесь нужно к общению готовиться нужно настраиваться на общение значит во первых нужно вот там выступить и уходить а вот нужно как бы участвовать нужно сидеть задавать вопрос вот задавая вопрос это это первый шаг к коммуникации который даже вот человека ну некоммуникабельного даст ему возможность даст ему повод вот потом разговаривать допустим выступает какой-то известный ученый вы боитесь к нему подступить я вот всегда советую молодым своим операторам вы ему задаете вопрос но вопрос умный надо задать надо подумать какой вопрос он там вам отвечает потом во время кофе-брейка значит вы к нему идете продолжая это обсуждение он уже вас знает он даже сам может вам рукой махать ну подходите потому что обычно когда задают вопросы это приятно это означает что интересно ваше выступление было поэтому докладчик всегда благодарен людям которые задают вопросы люди идиотские нормальные вопросы симпатичные вопросы которые особенно он может в лес помотить у вас есть повод дальше с этим человеком продолжить разговор вот и познакомиться но чтобы продолжить разговор и познакомиться у вас визитка должна быть всегда при вас обязательно сделайте визитки когда идете на конференцию обязательно сделайте визитки и чтобы у вас они не где-то лежали я как эта женщина у меня в женской сумочке все лежит где-то на дне Визитка должна быть рядом. Если вы в жакете, то в кармане. Если у вас сумочка, то в каком-нибудь внешнем кармане. Прямо лучше в руке зажать эту визитку. И когда вы начинаете разговаривать, ну не сразу танцевать тихо, молчать за эту визитку, а вот за разговором. В принципе, когда вы кому-то даете свою визитку, это полагается с точки зрения это соакадемического, дать свою визитку. И когда вы получите визитку к человеку, с которым вы хотите познакомиться, обязательно после конференции напишите короткое письмо. Только короткое, короткое, без всяких просьб. Вот таких вот. Мне было очень приятно встретиться с вами на конференции. Большое впечатление произвело наш разговор. Спасибо. На это письмо можно не отвечать. Человек может не ответить, но у вас уже, ваш адрес уже будет у меня в почтовой программе. И мало ли что. И скажут, а вот это симпатичные юноши, которые были на конференциях. Вот мне как раз сейчас надо постдока, значит, или там аспиранта. Ну-ка я ему напишу, может я его возьму, как-то хорошо с ним было общаться. Разговор там по делу вроде понимает толковый. Понимаете, да? Вот. Поэтому в конференциях участвуйте не только в заседаниях, участвуйте вот во всех неформальных мероприятиях. В фуршетах, обедах. Только никогда не забывайте, что вы на фуршет приходите не поесть. Вы на фуршет сытыми приходите. На фуршет приходите общаться. И, значит, обязательно у вас должны быть с собой визитки. И, значит, каким-то образом вы должны оставить след о себе, потому что так невозможно всех запомнить. Не у всех такая память, как у Наполеона, который там вроде всех своих солдат вспомнил. Ну, а о нем, может быть, и такие легенды. Значит, вот здесь еще на презентации я не буду сейчас уже об этом говорить подробно. Я написала несколько адресов, по которым вы можете найти какие-то возможности для карьеры, информацию о академической карьере. Тут один канал мой, это «Академическая карьера». Канал, который я веду, я публикую здесь. Ставки академические, значит, два других, которые могут быть вам полезны. И несколько ссылок на информацию о конференциях, которые тоже могут вам пригодиться. Один канал веду я, «Академический кабинет». Я публикую здесь информацию о научных конференциях, о грантах, о конкурсах. И вот очень хорошие каналы. Я советую в Телеграме. Гуманитарные конференции, научные конференции, не гуманитарные. Прямо там много информации, такая вот короткая, со ссылками на информационные письма. И научные конференции РИНС. Так что эта информация практическая вам пригодится. Я, коллеги, благодарю вас за внимание. Хочу обратить внимание, что сегодня я прибежалась, конечно, очень быстро по всяким сюжетам. Но я буду читать большой курс, «Академический конференц-менеджмент», где я буду рассказывать очень подробно. И как организовать научную конференцию. И как организовать научную конференцию, чтобы решить свои проблемы. Ну и карьерные, научные, и какие-то другие. Или там проблемы ваших молодых, аспирантов и так далее. Как участвовать. Как соблюдать академический аэтос. Как принято в международном пространстве. Как организовать конференцию без копейки денег. Или как найти наоборот средства на проведение конференции. Вот обо всём этом я буду рассказывать на этом курсе. И буду очень рада, если вы на этот курс придёте. Я уже этот курс один раз проводила. Но будут участники остались довольны. И даже мне потом всякие лестные слова говорили. Говорили, что некоторые вещи мне приходили в голову. И у меня такой даже опыт был, что одна из моих слушательниц потом прям сразу провела две конференции подряд. И мне было очень приятно видеть, что она вот эти мои рекомендации использовала в своей деятельности организационной. И таким образом как-то у себя в ВУЗе тоже о себя заявила. Такого не просто обучённого. Значит, здесь есть ссылочка у вас. Вам Татьяна Викторовна немножко рассказала, как там можно зарегистрироваться и так далее. Так что я всех зову, всех приглашаю. Будет очень приятно вас видеть на этом курсе. Сейчас я с удовольствием отвечу на вопросы. Значит, я сейчас посмотрю, если в чате вопросы. Как изменились форматы и подходы к проведению научных конференций в последние годы? И как эти изменения влияют на академическую карьеру учёных? Ну, во-первых, появилось очень много онлайн-конференций. Вот это то, чего не было. Это, конечно, в результате событий всяких, связанных с пандемией, мы научились работать онлайн. И очень часто проводим конференции онлайн. Это особый тип конференций, где, конечно, общение немножко по-другому выстроено. Но оно тоже возможно. И на академическую карьеру двояко. Это, значит, отразилось двояко. С одной стороны, больше возможностей участвовать в равных конференциях, потому что не всегда возможно приехать туда-сюда. И дорого, и некогда. И, значит, разные причины. А так можно везде участвовать. Но чаще всего онлайн-участие – это такое, знаете, себя показать. Потому что людей посмотреть – это уже немножко сложнее. Организаторы онлайн-конференции очень часто ведь не ограничиваются только сессиями, а тоже устраивают доступные программы онлайн. Вот в них тоже очень важно участвовать. И, во всяком случае, очень важно такое постконференционное какое-то деятельность. Но вот это вот онлайновые конференции, они в большей степени, конечно, они экспертные, для экспертов хороши, для молодежи хороши, для вот таких вот более как бы научных целей. Вот административно-государственные цели сложнее в онлайн-конференциях решать, конечно. И здесь лучше всегда непосредственное общение. А на академическую карьеру влияет, конечно, потому что вот все то, что я говорила про конференции, относится к онлайн-конференциям. И здесь влияют таким образом, что если вы владеете современными средствами коммуникации, то это способствует вашей карьере. А если вы не владеете, если вы не можете участвовать в онлайн-конференциях, не можете их организовывать, и там все делаете по старинке, то это означает, допустим, у вас половина участников не может приехать, вы говорите, ну и не надо, я приведу с теми, кто может приехать. Ну это плохо всегда. А сейчас все конференции почти гибридные, правда. Значит, вот, ну, примерно вот так. Значит, какие роли и обязанности участников научных конференций могут наиболее положительно сказаться на академической карьере? Ну это зависит от того, какую карьеру вы строите. Если научную, то вполне достаточно доклада и тусовки, где потом вы знакомитесь со всякими учеными. Ну, естественно, вопросов, которые вы задаете. Если административная, то хорошо бы вам там вести какую-то секцию, там, круглый стол, да, вот, ну где-то там, вот, как-то активничать в качестве руководителя, демонстрировать, что вы там чем-то руководите. Для чистого эксперта это совершенно не обязательно. То есть вот вы поняли, да, в зависимости от ваших целей вы или просто общаетесь на научные темы, там, выступаете, задаете вопросы в кулуарах, обсуждаете какие-то сюжеты. Или если у вас какие-то другие карьерные амбиции, то вы там чем-то руководите, что-то ведете, что-то организуете внутри конференции, и это тогда, значит, более эффективно влияет на вашу карьеру. Значит, какие конкретные примеры вы можете привести, когда участие в конференции не оправдало ваших ожиданий и почему? Ну, вы знаете, честно говоря, мне сложно привести пример такой вот, чтобы участие в конференции не оправдало ожиданий, потому что, мне кажется, вот уже вот этот принцип себя показать, он на любой конференции как бы хорош. Ну, вот, может быть, я как опытный человек, у меня уже ожидания адекватные. Я участвую в каких-то конференциях совершенно бессмысленных иногда. Ну, потому что, ну, я там тоже, вы понимаете, я где-то работаю, где-то я обязана там что-то там или организовывать, или участвовать, но у меня и ожиданий тогда особенных нет. Там другое дело, что были какие-то специфические сюжеты на конференциях, там какие-то фосмажоры случались. И когда я сама участвовала, и когда я организовывала, ну, это форс-мажоры были, знаете, типа там извержение вулкана было, я не могла полететь на конференцию, потому что там самолеты не летали. Или, значит, там на правительственном уровне открывали мемориальную доску на доме Собчака, у нас конференция была запланирована на МЭКе-12 музеев, и участники пришли на конференцию и не могли попасть. Ну вот тут, да, это форс-мажор. Я как раз на своем курсе рассказываю, что делать в случае форс-мажоров, и, значит, рассказываю, какие бывали форс-мажоры. Вот у молодых, конечно, может быть такое ожидание и реальность, как любят рисовать. Они думали, сейчас он придет на конференцию, выступит, и все, значит, вот. Вот, а он выступил и в гробовом молчании сошел с кафедрой. Вот у каких-то молодых, неопытных, наверное, могут быть такие неоправданные ожидания. Какие этические вопросы могут возникнуть при организации и участии? Очень много этических вопросов может возникнуть, просто куча. Я как раз в своем курсе об этом отдельно рассказываю. Ну вот, допустим, этический вопрос может возникнуть даже при самом простом. Человек сделал доклад, а ему другой человек задал вопрос. Знаете, что один же задаст вопрос, ну вопрос ответ. А другой задает вопрос, задает, задает этот вопрос, задает. Значит, его не остановить никак. Он уже такой вопрос задает, чтобы докладчик уже понял, что он просто меркнет по сравнению с этим задающим вопросом. Ну, это этический вопрос, это этическая проблема, надо уметь задавать вопросы. Не нужно превращаться на конференции вот в такого, знаете, оценщика, который перетягивает одеяло все на себя. Это, в общем, очень неприглядная черта, но многие этим не решат. Там, несоблюдение регламента, это этический вопрос, потому что вы забрали чужое время, и кто-то не успел выступить. А кто-то, может быть, приехал в специальную для этих конференций. То есть там вот мы на занятиях разбираем очень много, я просто примеры привела, их очень много, да, примеров других. Там председатель сидит, председательствует, кто-то задает вопрос, а он смотрит в один конец зала. А там из другого конца ему руки тянут, а он не видит, как будто хоть ты умри, хоть ты там кувыркайся. Он не смотрит в твою сторону, и все. Это этический тоже вопрос. Потому что это вопросы практические, да, и умение, и понимание, как работает вот эта система организации. Но это этический вопрос, потому что оказывается, что человек лишен внимания. То есть он хочет задать вопрос, но не дают слово. Это нехорошо, это нарушение эпидемическое. Ну вот как-то так. Решать за счет того, что объяснять. А некоторые люди вообще ведь не знают, как все эти конференции. Они не знают, это никто не объяснял никогда. И я когда с моим студентам иногда студенческие конференции провожу, я им рассказываю, как себя ведутся. Они потом приходят на научную конференцию, когда там какое-то нарушение есть, они сидят друг друга так вот локцами толкают и говорят, вот точно так, поэтому Владимира не говорила. Но учить надо, значит, чтобы вот ваше участие, чтобы то, как вы задаете вопрос, разговариваете в кулуарах и так далее, чтобы оно вот было, чтобы вы оставляли благоприятные впечатления. Это вот, ну есть некоторые здесь такие нюансы, я очень подробно сейчас просто не успею об этом рассказать. Несколько примеров принимала. Как изменилось ожидание и требования к докладчикам на научных конференциях? Вы знаете, нет такого глобального, чтобы изменилось вообще на всех конференциях требования к докладчикам. То, что онлайн-доклады, они такие же должны быть, как и офлайн-доклады по уровню, и так далее. Но конференции разные. В зависимости от конференции, есть конференции вот такие, которые проводятся профессионалами высокого уровня. Обычно они небольшие, и это высокий уровень будет. Там стыдно неоригинальное какое-то исследование предъявить, потому что это очень важно. Здесь как раз репутация специалиста. А есть конференции такие проходные, где мы там для количества участвуем или доставляют даже, когда нас участвуют. И поэтому там вообще никакого нет требований. Там что доклад, что лекция студенческая. Часто же мы такие доклады и лекции слышим. Никакой разницы нет. Чего там нового, ничего нового. И таких очень много конференций. То есть там они изменятся. Они и были раньше такие конференции, и сейчас такие есть. И вот онлайн-оффлайн это как-то не повлияло. Мне приходилось участвовать и в гибридных конференциях, и онлайн-оффлайн, и по-разному. То есть в принципе заранее ясно, что будет конференция. Что за люди там участвуют, кто организовывает, какая там принята будет культура поведения. И поэтому я не думаю, что онлайн-мероприятие, оно снижает каким-то образом депутатуру. Можно организовать на высоком уровне онлайн-мероприятие. И здесь зависит тот организатор. Там есть еще некоторые хитрости. Ну вот я на курсе рассказываю обычно. Какие вызовы я преодолела? Значит, вы знаете, будете долго смеяться, но у меня главный вызов был связан с тем, что с женщиной. Вот этот вызов я не преодолела, потому что я была женщиной, женщиной и осталась. Но вот эти вызовы у меня были, мне лет уже как бы немало. И когда я начинала свою эпидемическую карьеру, у меня были сложности, и самое главное заключающееся в том, что меня там не брали в аспирантуру, потому что я уже обзавелась ребеночком к этому времени. Я защищала кандидатскую диссертацию без аспирантуру. А я окончила с отличием, чем-то претендовала на место в аспирантуру. Нет, мне не взяли, взяли мальчиков. Потом, значит, в докторантуру хотела я пойти, тоже не сложилось. Мне говорят, а вы, Татьяна Владимировна, мне без докторантуру защитились. Да, я защитилась без докторантуру. Но тогда, когда я хотела в докторантуру, то тогда это была очень хорошая стипендия была. Три года там я работала, только диссертацию писать. Мне очень хотелось, но не получилось. И училась я на вечернем, потому что тоже в советские времена поступала, и преимущество было тогда на философском факультете у мужчин, отслуживших в армии и имевших двухлетний стаж. А у меня вот этого всего не было, поэтому я вечернее кончила. Так что я фактически вот эти вызовы... Ну, вызовы эти можно все преодолеть. Вот. И когда я докторскую защищала, считала, 40 лет это считалось, тогда, когда я защищалась, ранняя защита женская, и мне все говорили, когда вот эти женщины все лезут защищаться. Мне кажется, что сейчас отношения к женщинам толерантнее. Сейчас вот это редко услышишь, и поэтому, в общем, сегодняшнее поколение, вот уже молодых женщин, я надеюсь, вот с таким, с которым наше поколение столкнулось, не столкнется. Самое вдохновляющее... Ну, вот одно из самых вдохновляющих для меня было выступление на пленарном заседании Конгресса по просвещению. Потому что я вот в научных моих вот этих, как бы, изысканиях, моя чисто научная деятельность, моя экспертная деятельность, как эксперт, связана с интеллектуальной историей 18 века, с историей философии 18 века. И когда меня пригласили в 19-м году на Конгресс по просвещению, который собирает всех специалистов по 18 веку со всего мира, и когда сидит полторы тысячи человек в зале, а я делаю пленарный доклад, как вот человека, которого выбрали, выделили ученого, вот для меня это было самое вдохновляющее воспоминание, потому что это было, ну, в определенном смысле, такой пик моей научной карьеры, мне было очень приятно. И, значит, вот так вот их спросили. Я не считаю, что вот там пленарное выступление и так далее, но в данном случае мне было, конечно, приятно очень, и это было сильно. Значит, как поддержать баланс между профессиональными обязанностями и личной жизнью в период активного участия в конференции, ну, знаете, баланс всегда сложно поддерживать, у меня то и баланс, что нужно где-то на серединке. А у меня, мне кажется, что самый лучший баланс – это когда участие в научных мероприятиях – это для вас удовольствие, это часть вашей жизни, вы получаете от этого удовольствие, это ваше хобби, и как-то вы не делаете это по обязанности, тогда это сразу все на свои места стоит. Ну, я хочу сказать, что у меня вся семья научная, мне как-то легче было. И у меня мой, когда дети были маленькие, особенно вот младший сын, я его иногда брала на научные мероприятия с собой и развлекала его тем, что задавала каждому докладчику вопрос, на который я не всегда докладчик не мог ответить, ну, немножко вот так играла. Вот, ему это страшно нравилось. Но он сейчас тоже ученый стал, и пишет, что у него большое впечатление там мама родная привезла, которая с детства его к этому миру приобщала, что он защитился, хорошо работает, уже как ученый, как исследователь, с хорошими публикациями. И, по-моему, баланс вот такой. А потом, мне кажется, в академической среде сейчас какой баланс? Сейчас историки на историках женятся, филологи на филологах, все не создаются в этой среде очень часто. Это же вы с людьми общаетесь, это же приятно с людьми общаться. Это удовольствие. Вы выступили на конференции, потом пошли на конференционный обед, в ресторанчик, значит, пообщались уже там и по поводу науки, и по поводу жизни. Мне кажется, в этом и есть баланс. Это жизнь. Вы живете эту жизнь, а не просто отдельную конференцию, а отдельную жизнь. Ну, вот женщинам, стремящимся к лидерским позициям, быть активными. Быть активными, быть на виду. Значит, вот если через конференции, мы говорим о конференциях, участвовать активно в конференциях, организовывать самим. Вот нет конференции по вашей тематике, да? Или вас интересует какая-то проблема? Самое милое дело, организуйте сами конференцию. Я вот на своем курсе буду рассказывать, как вообще без денег можно организовать конференцию. Это вполне возможно. И таким образом вы, как организатор, вот уже так или иначе становитесь лидером в своей среде. И если все хорошо будет, и вы придумаете какую-нибудь фишечку еще, это прямо вот даст вам возможность. И если какая-то среда, в которой вы сейчас живете, там работаете, как-то вот вам не дает возможность развиваться, вам расширение круга общения даст возможность перейти в другую, более благоприятную среду. Я вот сейчас работаю в университете Герцена, у нас коллектив женский, у нас вот как-то с этим самым женским лидерством нет проблем. Хотя там в жизни сталкивалась с этим, конечно. Так что я вам желаю успехов. Ох, источники моего вдохновения. Ну, я люблю заниматься наук. Это у меня источник вдохновения. Для того, чтобы заниматься наукой, я должна, значит, вот как-то организовывать вокруг этого всю свою остальную жизнь. И чтобы заниматься наукой, я там преподаю, чтобы заниматься наукой, я организую какие-то мероприятия. Я осваиваю там фандрайзинг, чтобы найти финансовую поддержку для своей науки. Я осваиваю, значит, какие-то методы организации. Для меня источник вдохновения – это моё научное исследование. Я люблю работать с редкими текстами, я люблю работать в архиве. Ну, сама работа в архиве, ну, она, понимаете, да, я должна каким-то образом её актуализировать и вот включить в социальную жизнь. Для меня это источник вдохновения. Ну, там понятно, что личная жизнь, она отдельная вообще здесь. Да, спасибо. Спасибо. Буду очень рада всех приглашаю, коллеги, на мой курс. И буду рада поделиться опытом своим уже таким вот металлигом. Значит, там ещё какие-то вопросы? Спасибо вам большое за внимание, за ваш интерес, за ваши вопросы. Я желаю вам всем успеха. Я желаю вам прекрасных конференций и хороших докладов. И желаю вам успешной карьеры, потому что мы должны получать удовлетворение от жизни, успешные карьеры, чтобы она приносила вам удовлетворение, хорошую зарплату. Это тоже важно, не последнее дело занимает в нашей жизни. Чтобы вы выигрывали конкурсы, гранты, встречали интересных людей и вообще замечательно жили. На этом я вынуждена попрощаться с вами. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое за внимание.